Закон царя Давида раскрыт. Поведение в Доме Божьем. Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова по знанию. Друзья, если у человека произошел несчастный случай, его обокрали, кого мы вызываем? Полицию? Правильно? Одни любят полицию, другие нет. Но все равно, когда что-то плохое происходит, всегда приходят они. Давайте представим такую ситуацию, что в городе на площади стоит полицейский. Он стоит посреди площади и молчит, смотрит за порядком. А вокруг множество людей. Как люди на него реагируют? Что они думают? Что ощущают? Друзья, в Сарменной церкви действует закон, который открыл царь Давид, друг Бога. Закон воздаяния. Разделим всех людей на две категории. Кто боится полиции? Вторые, кто не боится. Полицейский один, но реакция людей разная. От кого она зависит? От полицейского? Нет, от людей. Кто делает преступление, будет прятаться или бояться, что его поймают. А обычные, честные люди наоборот, будут в какой-то мере рады, что он стоит на площади. Значит, вероятно, будет порядок и не будет беспорядков, пьянства, воровства. Можно просто спокойно отдохнуть. То есть реакция человека напрямую зависит от поступков самого человека. Он делает преступление или нет. Поступки человека формируют его отношение к этому полицейскому. Царь Давид и церковь. В Божьем строении на земле, церкви, есть Дух Святой. Когда человек приходит в церковь, собрание, общение верующих, там всегда присутствует Дух Святой. Стоит отметить, он видит все. Что происходит внутри каждого человека, его поступки, мотивы. Друзья, как это прекрасно, что нам даже говорить ничего не нужно. А Бог знает наше сердце. Как реагирует Бог на всех, кто приходит в церковь, тело Христа. Как воздает приходящим к Нему. Об этом законе говорил царь Давид. Буквально. Это как реакция на полицейского. Помним, полицейский на площади. Не все, кто приходит на площадь, хочет просто отдохнуть. Некоторые хотят воровать, пьянствовать, хулиганить. Друзья, в современной церкви есть закон, который был открыт царем Давидом, другом Бога. Закон воздаяния. В Божьем здании на земле, церкви, есть Дух Святой. Когда человек приходит в церковь, собрание. Это видео исследует концепцию воздаяния, искренности Бога и спасения в теле Христа. Подпишитесь, чтобы получить более глубокий контент о спасении и жизни в церкви. Друзья, когда вы ставите лайк или делитесь, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Царь Давид и его чистые намерения. Не все, кто приходит в церковь, имеют чистые намерения. Неискренность в поступках – грех против Бога. Сбиваясь на путь лыжи, мы грешим против Духа Святого, движущего нашими сердцами. Давайте посмотрим на Давида, царя на земле и друга Бога. Он видел Бога и открыл, описал нам такую черту Бога, как воздаяние. Откроем Псалом 17. Вообще, друзья, если вам трудно и у вас, может быть, временно какие-либо трудности в вашем общении, церкви, прочитайте весь этот Псалом сами дома. А мы открываем Псалом 17, стих с 24 по 30. Я был не оборочен перед ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих перед очами его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым – чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очень надменных унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой Господи, Бог мой просвещает тьму мою. «С тобой я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». Псалом 17, стих 24 по 30. Здесь Давид говорит про то, что Бог знает, что у людей в сердце, что стоит за их поступками, мотивами, причиной. В свою очередь, очень интересна реакция Бога. Он всех прощает. Скажите, это было бы несправедливо. Он всех наказывает. Друзья, Он не оставляет без внимания, воздает. Но как? Раскрытие закона воздаяния в современной церкви по чистоте рук. Стих 25. «Воздал мне Господь по чистоте рук моих перед очами Его». Когда мы приходим в церковь, безусловно, Дух Святой видит наше сердце, и Бог воздает. Причем воздает каждому по отношению к Нему, как сказал в псалме царь Давид, по отношению к Его Церкви, собрании верующих. Он видит наше отношение к Его телу, тем братьям и сестрам, которые вокруг нас. И все зависит полностью от нас. Как хорошо, когда мы идем на собрание, и у нас на сердце милость, искренность и чистота. И Бог наполнит нам, даст, как Давид написал слово, воздает, поступает. Бог нам воздает с нами, поступает. С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто. Ибо Ты людей угнетенных спасаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи. Бог мой, просвещай тьму мою. Аминь. Как хорошо, что Бог знает наше намерение сердца, потому что Бог возжигает светильник мой, Господи. Бог мой, просвещай тьму мою. Почему осторожно Дух Святой? Иные могут прийти и иметь намерения лукавые, очень надменные. Притом, когда в церковь приходят люди лукавые, гордые, Дух Святой видит все. Но Бог не только видит, но и воздает. Иисус Христос – глава церкви. Когда человек приходит в церковь, он всегда ждет какого-то чуда, исцелений, помощи, освобождения. Более того, это нередко приходит самим человеком. И так же и вокруг него. Мы, люди, пожалуй, неоднократно убеждаемся, что Бог есть. Чудеса, исцеления, освобождения тоже приходят. К тому же Бог силен, как и две тысячи лет назад, все так же дело чудеса. Мы все знаем, что делает Дух Святой сейчас на земле. Он присутствует и окутывает всю землю и говорит каждому, каждому человеку на планете о грехе, правде и суде. Вместе с тем, кто пришел к Богу с верой в Иисуса Христа, тех Бог делает детьми Божьими и исполняет, наполняет Духом Святым. И в Церкви Божьей, теле Христово, подобно тому. И в общении верующих Дух Святой присутствует лично. Он видит все помышления и намерения наши. И для некоторых осторожно Дух Святой становится тема эта актуальной. Друзья, мы перед тем, как идем в Церковь, должны проверять свои помышления и размышления о Церкви, телу Христовому. О тех ближних, кто вокруг нас, в нашем общении, Церкви, собрании, как и на причастии. Помните такие случаи из Библии, в которых были показаны нечистые поступки людей? Это деяние, например, это деяние, 8 глава, 9 стих, находился в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого, который хотел получить Духа Святого за деньги. Анания и Сапфира, это книга «Деяния», 5 глава, стихи 3 по 5. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, а приобретенное продажей, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это на сердце своем, в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, Анания пал без дыхания, и был великий страх, и объял всех, слышавших это. Деяние, 5 глава, стихи 3 по 5. Однако сегодня я заканчиваю. В следующем видео мы поговорим более детально об Анании и Сапфире, как бы там ни было. Сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит царь Давид о законе, как воздает Бог. Более того, мы еще много будем говорить на темы духовного мира, Бога Отца, Господа Иисуса Христа и, конечно, Духа Святого. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Пожалуй, сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк, мне нравится или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению, спасению и распространению Слова Божьего. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Спасибо.